Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях начальник урологического отделения, филиалом номер 3, 3-го Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского, Исмаил Рагимов. Здравствуйте, Исмаил Гусинович! Здравствуйте, Мария! Очень рады видеть вас в нашей студии. Исмаил Гусинович, хотелось бы сегодня услышать от вас о работе вашего отделения. Я знаю, что совсем недавно появились новые направления, проводите новые высокотехнологичные операции. Вот хотелось бы обо всем этом сегодня подробно поговорить. Да, Мария, совершенно верно. Наше отделение госпиталя рассчитано на 30 коек, развернуто. Это существует уже с момента основания госпиталя, более 55 лет. И в условиях нашего отделения можно получить высококвалифицированную, специализированную медицинскую помощь по урологическому профилю. Хотелось бы сегодня рассказать о новых инновационных методах лечения урологических заболеваний, которые нами используются. Это, прежде всего, лапароскопические методы лечения урологических заболеваний и эндовидеохирургическое лечение в урологии. Какие непосредственно заболевания лечатся именно таким путем? То есть, с какими проблемами обращаются к вам? Этими методами мы можем лечить практически любые заболевания в урологии. На сегодняшний день мы практически ушли от открытых операций. И все операции нами выполняются буквально по показаниям, естественно, лапароскопическим методом. Эндовидеохирургическим методом. То есть, мы стараемся идти в ногу со временем. У нас этому соответствует оборудование. Мы можем применять это оборудование в лечении пациентов. То есть, на современном уровне мы выполняем весь перечень, весь спектр операций в урологии. Все-таки, насколько это сокращает время реабилитации и время непосредственно проведения операций, вот все эти новые технологии? Конечно же, эти технологии являются современными. И на сегодняшний день они имеют свои преимущества перед открытыми методами лечения. Это, прежде всего, малая травматичность, хороший косметический эффект. То есть, отсутствие рудцов после операции, отсутствие болевых ощущений после операции, которые присущи операциям с разрезами. А также... Ну, если в среднем сказать, вот проведена операция таким способом, через сколько человек может быть выписан после проведения операции? Человек выписывается буквально через 3-5 дней после операции. У нас пациенты находятся на стационаре буквально сразу же после госпитализации. На следующий день мы имеем возможность их прооперировать, в течение 3-5 дней наблюдать за пациентами. Если есть дренажи, дренажи мы контролируем. После их удаления, когда мы уже спокойны за пациентом, мы вполне можем выписать. То есть, в принципе, он может вернуться к своей обычной жизни и быть социально активным? Да, возвращается к себе домой, к своим близким, возвращается на работу, на рабочее место. То есть, это как раз и есть преимущество этих малоинвазивных операций. Лапароскопические операции – это известная операция. На сегодняшний день это не новые операции, но не каждая клиника имеет возможность выполнить весь спектр этих операций. В настоящее время в нашем госпитале мы можем выполнить практически в любом направлении лапароскопические вмешательства. Это и хирургия, это и гинекология. У нас выполняются и торакоскопические операции в госпитале. Что это такое? Ну, это операции без разрезов на грудной клетке в отделении торакальной хирургии. Ну, мы сегодня говорим об урологии, в урологической практике мы выполняем такие операции уже несколько лет. И у нас есть большой опыт лечения онкологических заболеваний урологического профиля. В частности, если говорить об онкологии, заболеваемость онкологическая растет во всем мире, не только у нас в стране. В частности, рак предстательной железы очень распространен на сегодняшний день и занимает второе место по заболеваемости среди всех нозологии у мужчин онкологического плана. На сегодняшний день, конечно же, очень важно подчеркнуть, что мужчина, каждый мужчина после 40-45 лет должен обязательно ежегодно посещать уролога. Нужно не ждать, когда будут появиться какие-то симптомы, какие-то проявления заболеваний. Когда они проявляются. Появляются эти симптомы, когда уже, возможно, не ранняя стадия заболевания. То есть, когда уже необходимы какие-то подключения каких-то еще, кроме хирургических, еще методов лечения, будь то химиотерапия или лучевая терапия. Не надо ждать этих симптомов, не дожидаясь идти к урологу ежегодно проверяться. Урологи знают, что нужно сдавать кровь на ПСА, выполнять ультразвуковые исследования и так далее, пальцевое и ректальное исследование. Мы на сегодняшний день можем выполнить операцию золотого стандарта. То есть, операцию, которая практически излечит пациента от рака предстательной железы. Это известная операция радикальной простатоктомии. Мы эту операцию выполняем лапароскопическим методом. То есть, без разрезов через проколы, буквально один-полтора сантиметра максимум проколы в области живота. И пациент после операции не ощущает болевых проявлений, никаких нет. То есть, анестезиологическое пособие построено так, что восстановление пациента происходит безболезненно. Это большой плюс. И стационарный этап лечения переносит очень просто. Ну и, наверное, эффект, соответственно, тоже... Эффект от лечения, конечно же, подразумевает, что мы убираем онкологический процесс из организма. Ну, все нюансы, конечно, здесь не расскажешь. В одной передаче можно посвящать даже одной этенозологии целую программу. Но вот в этом отношении мы имеем возможность оказать помощь жителям Одинцова, Одинцовского района. Ну, всем жителям Российской Федерации. И смело, то есть к вам может обратиться любой пациент. Что для этого нужно? Для этого нужно прийти на консультацию, нужно просто быть гражданином Российской Федерации. Ну, то есть, наверное, паспорт, полис ОМС. Полис ОМС, да. Прийти на консультацию, предъявить жалобы, все остальные вопросы мы уже обговорим на месте. В принципе, любой житель Российской Федерации имеет возможность лечиться в нашем госпитале бесплатно. Мы оказываем помощь, высокотехнологичную, специализированную помощь на современном уровне любым жителям России. Ну, а Одинцово-Одинцовского района это тем более. Ну, у наших жителей есть просто уникальная возможность, да, все двери всех лечебных учреждений для них открыты. Поэтому лучше лишний раз прийти к специалисту, пусть лучше никакие прогнозы не оправдаются, пусть вы услышите, что вы абсолютно здоровы, но будет спокойна вы и будет спокойна семья, в первую очередь. Все-таки, если говорить о непосредственно вашей практике, вот чаще всего в последнее время выявляемость конкретно в разрезе онкологических заболеваний к какой стадии? Мы имеем сейчас на сегодняшний день прогресс в выявляемости заболеваний, так как пациенты становятся более информированы. Они чаще приходят к доктору со своими проблемами и мы стараемся информировать пациентов, чтобы они не ждали симптомов, да, чтобы приходили на консультации всегда. Есть рост выявляемости и на ранней стадии в основном, конечно же. Уже прошло то время, когда пациенты приходили на поздних запущенных стадиях, когда нам приходилось применять разные методики лечения в онкологии, да. Ну, хотя, к сожалению, встречаются такие случаи на сегодняшний день, да, нелокализованных раков. Пациенты боятся, не идут к докторам, оттягивают, все, потом, потом. К сожалению, вот такие случаи бывают. Но мы в наших условиях лечим не только рак предстательной железы и онкологические процессы других локализаций. Это и мочевой пузырь, и почка. Ну, то есть я говорю о урологическом направлении. При раке мочевого пузыря мы выполняем практически весь спектр существующих операций, начиная от трансуратуральной резекции небольших опухолей мочевого пузыря, заканчивая большими сложными лапароскопическими операциями, цистэктомии, циспростатэктомии с формированием нового мочевого пузыря из кишечника. То есть это операции инновационные, которые требуют тщательной подготовки не только от оперирующего хирурга, но и от стационара. То есть большие требования к стационару, потому что очень важно такого больного после операции выходить, то есть чтобы он восстановился, чтобы он социально адаптировался. В этом отношении нам помогают методики, которые мы используем в своей работе. Это методики всемирно известные, методики фаст-трек хирургии, то есть хирургия быстрого пути, или есть еще одно название ERAS методика, Early Recovery After Surgery, это быстрое восстановление, реабилитация пациента после операции. Она включает в себя не только предоперационную подготовку, интероперационное ведение, но и послеоперационное ведение пациента. То есть адекватное восстановление пассажа кишечника, чтобы пациент начал рано питаться, чтобы он встал быстро, реабилитировался, начал раньше двигаться, ходить. То есть это те методики, которые применяются сейчас во всем мире. Мы стараемся эти методики применить в своей работе. Какие планы на будущее? Что бы вам, как заведующему урологическим отделением, хотелось, чтобы еще появилось в вашем ведомстве? Конечно, есть еще. Может быть, хочется, наверное, какого-то еще оборудования, есть планы? Ведь медицина не стоит сегодня на месте, просто все так стремительно меняется. Да, совершенно верно. Есть пожелания, есть планы, есть мечты, которые хотелось бы, чтобы они осуществились. Я думаю, что со временем это все придет. В нашей практике, к сожалению, отсутствуют лазеры для того, чтобы нам еще подключить еще дополнительные какие-то методики лечения. В частности, мы же лечим не только онкологические заболевания. Мы занимаемся лечением и мочекаменной болезни в стационаре, и доброкачественных образований, в том числе аденомо-предстательной железы, и заболеваний, аномалии развития, воспалительных заболеваний. Лазеры, конечно, они используются сейчас не во всех клиниках, но хотелось бы, чтобы они тоже и к нам пришли. Я думаю, что не такие далекие планы, это все осуществимо. Тогда уже вы будете практически на 100% оснащены всем. Да, это будет, как говорят, полный фарш. Да, оснащение будет по-полному. Ну, если продолжить разговор по поводу мочекаменной болезни, у нас в клинике, в урологической клинике мы можем выполнять дистанционную литотрепсию. У нас есть французский аппарат, который дробит камни без разрезов дистанционно через кожу. Это дробление камней, методика, которая существует уже много лет. Но, конечно, не все клиники имеют возможность к нам. Приезжают из разных регионов даже для того, чтобы выполнить литотрепсию дистанционно. Плюс мы выполняем еще малоинвазивные эндовидеохирургические операции при камнях в мочеточнике, локализующихся в мочевом пузыре. Мы выполняем операции и при аденоме предстательной железы. В частности, у нас есть возможность выполнения биполярной трансуретральной резекции аденомопростаты. Это тоже инновационный метод, который применяется уже многие годы. Но он применяется также не во всех клиниках. Мы имеем возможность выполнить такие операции в наших стенах. Спасибо, Исмаил Гусейдович. Самое главное, что сегодня должны были для себя узнать и запомнить наши телезрители, это то, что к вам может обратиться любой житель Одинцовского района. И для этого достаточно паспорт, полис ОМС и прийти на консультацию к специалисту. И там уже будут подобраны и методы исследования, и тактика лечения, и уже дальнейшие планы. Нужно оперировать, не нужно оперировать. Конечно. Любой житель Одинцова, Одинцовского района может обратиться к нам по телефону. Все телефоны есть на сайте госпиталя Одинцова, в любое отделение. Есть все контактные данные на сайте. Звоните, приезжайте на консультацию. Мы будем рады вам помочь. Не надо терпеть боли и лучше вовремя обращаться к специалистам. Правда? И лечиться на современном уровне. И тем более технологии позволяют это сегодня делать всем. Спасибо вам за интересный разговор. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова